Маша, ну что? Что у нас с нервами? Как у нас нервы теперь? Спасибо вам за... А нам-то за что? Денис, что ты сделал такое с Машей, что она пришла к себе? Оно было нужно. Все, чудесно, ребята. Слово партнеру. Денис, ну-ка расскажи. Пошли в ремёрку, успокоились, разобрали. Молодцы. Все, вы готовы? Да, мы готовы. Ладно, ребятки, все, времени нету? Все. Давайте, не буха, не пера вам. Удачи, Денис. Денис, давайте, удачи, счастливо. Мы за вас болеем. Неудивительно, что участники Маден-шоу так волновались. Они работают в уникальном жанре обратной живописи. Когда художник не видит, что получается на лицевой стороне холста. Пожелаем им удачи. Как же они в темноте различают украстью? Субтитры создавал DimaTorzok А вот уже все. Вот сейчас лицо будет. Вот уже ухо пошло. Молодцы. Субтитры создавал DimaTorzok Мечта участников – отремонтировать дом, в котором они мечтают жить. Возможно, они назовут его, как и раньше, Майкла Джексона Нерланд. Страна нигде. А что, все говорят, что он не умер, что на самом деле все хорошо. Ну, Ленин, Гитлер. Да-да-да, что они все живут, причем все вместе в одном. Наполеон. Мария Усенко. Денис Детенюк. Все это, конечно же, город Винница. Ну что ж, друзья, вы работали в четыре руки, а мы в три микрофона будем вас сейчас интервьюировать. Мария, во-первых, у меня к вам вопрос. Справились ли вы с волнением? Ну, слава богу, я думаю, справилась и все вышло так, как планировалось. Ну и так, как планировалось. То есть вы нарисовали не Юрия Никулина, а Майкла Джексона. Все хорошо, да? И самое главное, хотелось бы, чтобы прочиталась суть, которую мы хотим донести. Это та проблема, о которой он так громко кричал. О какой же проблеме идет речь? Загрязнение земли, то, что человек не ценит природу, уничтожает. Прекрасное то, что есть. Поэтому, Александр, те пионы, которые вы срываете возле Останкина и ставите себе в петлицу, остановитесь, не делайте этого больше. Не мари говорить о загрязнении земли этими руками, друзья. А скажите, пожалуйста, вы это увидели, купили или просто придумали сами? Ну, это техника рождения картины, рисования с обратной стороны. Мы придумали вдвоем, маден-шоу. И работаем дальше, развиваемся. Можно ли я распишусь на картинке с другой стороны? Нельзя, почему ты тут? Напишу слово «мир». Саша, приложите ладошку. С удовольствием. Александр Васильевич. Мы так будем держать Олежка там, да? Пусть там стоит. Правильно, действительно. Я, что хочу сказать, жалко, что мы не видели изначального чистого холста по ту сторону. У многих может появиться мысль, что там-то что-то уже нарисовано. А вы только как бы все это дело обводите. Сходи, Дима, пожалуйста. Смотрите, вот я написал слово «мир», только он мне какой-то кровавый. Ну, это понятно, что без контура сразу видно. Ты, Саша, единственный человек, который может сделать 8 ошибок в слове «мир». Ну, что там, Дима, что вы там увидите? Александр Васильевич, там нет никакого контура. Абсолютно чистый лист. Все. Нет, это я не про себя. Это, может быть, кто-то вот из моих вот подруг. Можно разумеется. Вот кто-то чего-нибудь подумает. Но вы действительно так смело заявление. Я всегда боюсь таких смелых заявлений. Мы придумали вот эту технику. Начиналось это все в технике батик, то есть с использованием резервного контура. Но сейчас мы растем и совершенствуемся. И то есть сейчас мы от них отказались. Александр Васильевич, что ли вам известно о технику контура? Ну, то есть все-таки что-то было еще до вас, да? То есть мы придумали... Все, я не буду. Я согласен. Вы первые. Адам и Ева. Спасибо, я говорю да. Ура! В следующий раз вам нужно просто-напросто нарисовать членов жюри, и все будет в порядке. Елена Малышева. Вы знаете, перед началом вашего выступления я честно заявила Александру Васильевичу, как председателю нашего жюри, что что бы вы ни делали, будете вы терять кольца, или вы упадете в зрительный зал. Как бы неловко вы не выглядели, я проголосую за, потому что вы медицинская сестра и медбрат скорой помощи. Но, вы знаете, я... Елена Васильевна, но это несправедливо. Ну, что поделаешь, человек существо субъективное. Мне номер очень понравился. Мне очень понравилось, как это рождалось. Я совершенно не умею рисовать, и для меня это что-то потрясающее. Единственное, ребят, но Майкл Джексон никогда не был символом мира. Он наркоман. Он раз попытался... Елена Васильевна. ...собрать какие-то там вещи для детей Африки, и то эта история... Он же был гений. Друзья, дорогие, он умер от передозировки наркотиков. Об этом писали все газеты, и, в общем-то, достаточно было читать. Так что это не секретные данные. Есть варианты, что он не умер, и так далее, и так далее. Ну, понятно. Нет, я хочу просто договорить. Вот эта акция, когда он собрал деньги, загрузил самолеты, она известна как одна из самых позорных акций помощи Африки, потому что самолеты куда-то разбразывали груз, и они никуда не дошли. Поэтому идея блестящая. Рисуете вы потрясающе. Когда это рождается на глазах, это невероятно. Я говорю, да. Но все-таки как-то кумиров выбирайте повыше, почище и получше. Должен заметить, что слово «мир» приписал все-таки Олежка. Они не настаивали на том, что он борец за мир. Но птичка именно рисована. Но тем не менее. Ой, знаете, у меня от удивления того, что сказала сейчас Елена Малышева, рот не закрывает. Я тоже не ожидал этого. Мальчики, закрывайте. Я считаю Джексона совершеннейшим гением. Абсолютный ангел. И мне кажется, негоже нам совать во многие вещи свой нос. Если бы не эта фантастическая песня его, номер бы мне не показался таким прекрасным, потому что настолько эмоционально исполнял Джексон, настолько это было потрясающе. Я говорю так, конечно же. Но начало мне показалось очень невнятным и занудливым. Если бы это было под другую фонограмму, под другой аккомпанемент, я бы, наверное, уже просто стала бы нажимать. Вот поэтому технически это должно быть более четко, совершенно, и это будет также эмоционально, адекватно исполнению Джексона. Лариса Сергеевна, я хотела добавить... Извините, ребят, извините. Я все-таки напомню всем, что Майкла судили за растление малолетних и доказали, что такие... Лариса Васильевна, зато Майкл Джексон... Простите, ради бога, ведь... Сегодня в порядке. У меня столько разной дамы рядом со мной. Он действительно потрясающий певец, это правда. И не будем забывать, что Майкл Джексон был женат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова